ПЕСНЯ И дошли до слов автора, где автор говорит Если ты понял это, то задумайся об божественности Улюхия, которую Всевышний Аллах утвердил для себя. И Всевышний Аллах отрицал ее Таухид Улюхию для Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует Джибрииля и других, чтобы они не обладали ее Таухидом Улюхия, даже в количестве горчиного зерна. Аль-Улюхияту ма'нахал-ибада. Божественность Улюхия означает поклонение. ВАМИНХУНА ГАЛИТА КАФИРУНА ФИТАФСИРИЛА ИЛАХА ИЛАЛЛАХ И отсюда многие ошиблись в толковании «Нет Бога, кроме Аллаха». И истолковали ее не так, как она должна быть истолкована. И среди этого, первое – это ТАФСИРУ АХЛИ ВАХДАТИЛ ВУЧУДИ ЛИ КАЛИМАТИ ТАУХИДИ. Первое – это толкование людей, единство бытия. Первое – это толкование людей, единство бытия. Слово единобожие, то есть ЛА ИЛАХА ИЛАЛЛАХ. И АТИКАДУ КАУНИЛ ВУЧУДИ ХУА АЙНУ ЛАХИ АЗАВАДЖАЛЛА. Вера в то, что бытие – это сущность Аллаха Великого и Славного. Это означает, что в суфийской вероубеждении нет ничего, кроме Аллаха, и нет ничего другого во Вселенной, кроме Всевышнего Аллаха Субханаху АТААЛЯ. ФААХЛУ ВАХДАТИЛ ВУЧУДИ ИБНУ АРАБИ АТВАУХУ. Люди – единство бытия, такие, как Ибн АРАБИ и его последователи. ЯКУЛУНА ЛА ИЛАХА ИЛАЛЛАХА. Они говорят, нет божества, кроме Аллаха. ЛА МААБУДА ИЛАЛЛАХ. Нет объекта поклонения, кроме Аллаха. АУЛА ИЛАХА МАУЧУДУН ИЛАЛЛАХ. Или нет существующего Бога, кроме Аллаха. Это означает, что все божества – это Аллах. Это означает, что все божества – это Аллах. ЛИАННА АЛЛЬДАХУМ АННА АЛЛЬВУДА ЛАЯН КАСИМУ БАЙНА ХАЛИКИН ВА МАХЛУКИН ХУВА КУЛЛУХУ ВАЛЛАХ. Потому что у них, или для них, существование не делится на создателя и на создание. Не делится на создателя и творение. Оно все является Аллахом. Это означает, что они люди – единство бытия. Они делают существование единым и неделимым. КУЛЛУХУ ВАЛЛАХ МАХМА ААБАДАЛ ИНСАНУ МИН ШАЙИИН ФАИННАХУ КАД ААБАДАЛЛАХ. Все это – Аллах. Чтобы человек не поклонялся, кому бы люди не поклонялись, для них это является Аллахом. АЛЛЛАЗИ АБАДАЛ БАКАРА ТОТ, КТО ПОКЛОНЯЕТСЯ КОРОВЕ, ВАЛЛЛАЗИ АБАДАЛ САНАМА И ТОТ, КТО ПОКЛОНЯЕТСЯ ИДЛУ, ВАЛЛЛАЗИ АБАДАЛ ХАДЖАРА И ТОТ, КТО ПОКЛОНЯЕТСЯ КАМНЮ, ВАЛЛЛАЗИ АБАДАЛ БАШАРА И ТОТ, КТО ПОКЛОНЯЕТСЯ ЛЮДЕМ, ВАЛЛЛАЗИ АБАДАЛ МАЛАИКА И ТОТ, КТО ПОКЛОНЯЕТСЯ АНГЕЛАМ Все они покляняются Аллаху по их мнению. Потому что для них Аллах – это абсолютное существование. А тот, кто говорит, что существование делится на две части. На создателя и на создание, на создателя и творение. Они говорят о нем, он является многобожником, то есть он многобожник. Он не является единобожником у них, то есть для них. Кроме того, кто говорит, что существование – это одно, и это Аллах. Чтобы ты не поклонялся в этой вселенной. Из деревьев, ау ахжарин или камни, ау аснамин или идолов, ау тавагит или тахутам. То ты поклоняешься Аллаху, потому что это и есть Аллах. По этой причине, некоторые из простых людей говорят по ошибке. Некоторые из простых людей по ошибке говорят. Валя махбуда сивак – и нет объекта поклонения, кроме тебя. Они говорят таким образом, как говорят люди единства битя. Они говорят, валя махбуда сивак – и нет объекта поклонения, кроме тебя. Это означает то, что если человек поклоняется помимо Аллаха другим богам, то эти боги являются Аллахом. И поэтому сказать валя махбуда сивак – это является ошибкой. Надо добавить валя махбуда бихакин сивак – и нет объекта достойного поклонения, кроме тебя. И это соответствует словам людей единства битя. Если человек скажет, валя махбуда сивак – и нет объекта поклонения, без истинного. То есть надо сказать, валя махбуда бихакин сивак – и нет истинного объекта поклонения, кроме тебя. Но если сказать валя махбуда сивак – и нет объекта поклонения, кроме тебя, то это соответствует словам людей единства битя. Но если бы они сказали, если бы они добавили слово истинное, то это было бы верно. И анна массиваху марбудум бильбатили, потому что то, что помимо него, помимо Всевышнего Аллаха, является ложным поклонением, сказал Всевышний, Это потому что Аллах есть истина, а то, чему они поклоняются помимо него, есть ложь, а также потому что Аллах возвышенный большой. И второй, это тавсилу улама-ил-калами ликалимати таухиди, второй это толкование ученых-калама, то есть ученых, занимающихся философией, слово единобожие. Улама-ил-калами, ученые-калама, занимающиеся философией, говорят Нет Бога кроме Аллаха, нет способного на творчество, создание, управление и творение кроме Аллаха. Это неверно, потому что ла-илляха-иллялах не является рубубией, ла-илляха-иллялах является улухией. И поэтому, если сказать то, что слово ла-илляха-иллялах означает, нет Бога кроме Аллаха, нет способного на творчество, создание, управление и творение кроме Аллаха, это ошибочное мнение. Это рубубия. Рубубию признают и христиане, и иудеи, и многобожники. Однако ла-илляха-иллялах требует улухия, потому что ла-илляха-иллялах является улухией. Нет Бога достойного поклонения кроме Аллаха, ла-илляха-иллялах, это является рубубией. И поэтому люди халяма, люди или ученые, занимающиеся философией, говорят, нет Бога кроме Аллаха, ла-илляха-иллялах, нет способного на творчество, создание, управление и творение кроме Аллаха. Это неверно, это неверно. Это соответствует вере многобожников. Ведь многобожники говорят, Никто не может творить кроме Аллаха, Никто не оживляет кроме Аллаха, Никто не умерщвляет кроме Аллаха, Никто не обеспечивает пропитанием кроме Аллаха, И это единобожье рубубия, Это господство рубубия. Третье это тавсир, И третье это толкование, Ла-илляха-иллялах, нет божества кроме Аллаха. У джахмитов и у мутазалитов и у тех, кто следует их пути, заключается в отрицании имен и атрибутов Всевышнего Аллаха Субханава Тагаля. Это третье это толкование, Ла-илляха-иллялах у джахмитов и у мутазалитов и у тех, кто следует их пути, заключается в отрицании имен и атрибутов. Потому что тот, кто подтверждает имена и атрибуты для них, для джахмитов и мутазалитов, Якуну мушрикан будет считаться многобожником. А таухиду عندهم, Единобожье для них заключается в отрицании имен и атрибутов. И четвертый это Тафсилу-л-Хизбина Валь-Ихванина-Лиаума-Якулуна Четвертый это толкование партийцев и братьев мусульман Ихван-ил-Мусульмин Сегодня говорит, это четвертый, это толкование партийцев и братьев мусульман, То есть Ихван-ил-Мусульмин Сегодня говорит Нет Бога, кроме Аллаха То есть Нет власти, нет власти, кроме власти Аллаха Нет власти, кроме власти Аллаха Они толкуют слово Таким образом Нет власти, кроме власти Аллаха И власть, как они ее называют, является частью смысла «нет Бога, кроме Аллаха». Потому что ее смысл охватывает все виды поклонения. Мы спрашиваем их, а где остальная часть поклонения? А где поясние и земные поклоны? Жертвоприношение и обед, и остальные виды поклонения. Является ли поклонением только власть? Если для вас это только власть, а где то, что вы отвергаете из видов многобожья? Я, субханаллах, ям баги танаббух лихадыхил умур. О, причисто Аллах! Следует обратить внимание на эти моменты. Ли анна хадыхи калиматун азиматун Потому что это величественное слово является спасительным от огня для того, кто осуществляет или выполняет его. И вся религия строится на нем, на «Ла Иллаха Иллалах» от начала и до конца. И призыв посланников и ниспосленные книги все основаны на этом слове «Ла Иллаха Иллалах». И пятый и последний Тафсиру Ахали суннат иль джамаат Анна ла Иллаха Иллалах Марнаха И пятый – это толкование людей Сунны и джамаата Что нет Бога, кроме Аллаха, означает Ля ма'буда бихакин иллалах Нет истинного объекта поклонения, кроме Аллаха Ли анна ль ма'будат кафира Потому что объектов поклонения их много Но истинный объект поклонения – это только Аллах А все остальные поклонения являются недействительными, как сказал Аллах Всемогущий Это потому что Аллах есть истина А то, чему они поклоняются помимо Него, есть ложь А также потому что Аллах возвышен небольшой Знай, что эта божественность – это то, что обычные люди в наше время называют тайной и святой властью То есть они верят в святых Они верят в святых И говорят Этот святой имеет тайну и власть вне Они приближаются к нему через жертвоприношение Потому что для них в нем есть тайна и власть вне И Бог означает для них вали То есть святой Содержавшего тайну И его называют бедняком и шейхом И суфи называют поклоняющихся То есть тот, кто больше поклоняется шейхом А шейх То есть шейхом пути От которого они получают свою религию Валлады яхуду ан шейхи тарика Тот, кто учится у шейха пути Валлады яхуду ан шейхи тарика Тот, кто учится у шейха пути Юсамунхал мурид Называется муридом Вайякуну маа шейхи Кальмайти байна ядал гасили И он должен быть шейхом Он должен быть, постоянно находиться шейхом Как мертвый перед умывателем Лейсалаху аньягатаридаби шейин Не имея права Возражать ничему И народ, то есть простой народ Называет его господином И тому подобное Лейсалаху аньягатаридаби шейин Не имея права Возражать ничему А простой народ Называют его господином и тому подобное. Ва хум юссамуна шейха хум саид. Они называют своего шейха саидом, то есть господином. Ва юссамуна ху шейх. Они называют его шейхом. Фа ля будда ан тубайя ху ватхусалима лёху амрака. Ты должен принести ему присягу и полностью подчиниться. Фа ля таатариду ва ля тухалифу фишей ин. Не возражать и не противоречить ни в чём. Ва илля фа инна каля тхакуну муридан магагу иначе ты не сможешь быть его последователем, то есть учеником муридан. Ва залика аннахум язуннуна анна Аллаха джа'ала лихавасил хальки индагуман зилатан. Именно потому что они думают, что Аллах наделил свойство творения такой значимостью, именно потому что они думают, что Аллах наделил свойство творения такой значимостью. юрда аньялтаджи ал-инсану илейхим, что он допускает, чтобы человек прибегал к ним. полагался на них, вызывал к ним и делал их посредниками между собой и Аллахом. И делал их посредниками между собой и Аллахом. Якулюна, они говорят, инна Аллаха джа'ала минал хальки хавас, воистину Аллах избрал среди творений особенных яджузул ильтежау илейхим, которым можно обращаться, ва дуау хум, ва л-истигаа сату бихим за помощью и мольбой аля аннахум шуфаау индаху ва юкаррибуна илейхи, считая их заступниками перед ним, который приближает к нему, к Аллаху Всевышнему. хадаладихуа алейхи, таково их убеждение, ла якулюна, они не говорят, то есть не утверждают, иннахум шурака уллахи, что эти идоли, они создания сотоварищей Аллаха, что эти создания сотоварищей Аллаха, они не говорят таким образом, не утверждают, что эти, кому они покляняются помимо Аллаха, являются созданием сотоварищей Аллаха, что это создание сотоварищей Аллаха, бальякулюна, но говорят, шуфаау индаху ва юкаррибуна илейхи, они говорят то, что они заступники перед ним, и приближает к нему, к Всевышнему Аллаху Субханаху ва Та'аля. Ли амна Аллаха ихтарахум, лисалахихим ватаквахум, потому что Аллах избрал их за их праведность и богобоязненность. Фасару васаиту байна лабди ва байна Аллахи Та'аля, и они стали посредниками между рабами и Аллахом. Аллаху амма якулюн, причист Аллах, причист Аллах от того, что они говорят. И поэтому они совершают поклонение, то есть приближаются к ним, совершают поклонение им, как при жизни, так и после смерти, утверждая. Тот, кто приближается к ним, как бы приближается к Аллаху. Кто приближается к шейху, приближается к Аллаху. Они поклоняются наряду с Аллахом тому, что не причиняет им вреда и не приносит им пользы. Они говорят, они наши заступники перед Аллахом. Те, кто утверждает из многобожников в наше время, что они являются посредниками, это те, кого в древности называли божествами. Те, кто утверждает из многобожников в наше время, что они являются, то есть кому они поклоняются, они являются посредниками, это те, кого в древности называли божествами. И посредник – это божество. И посредник – это божество. Многобожники, прошлые, то есть древности, поклонялись им и называли их богами. И поэтому, когда посланник Аллаха, да благословите, его Аллах и приветствует, сказал им, «Скажите, нет Бога, кроме Аллаха?» Они сказали, «Неужели он обратил богов в одного бога?» И говорили, «Ступайте и терпите за ваших богов». «Ступайте и терпите за ваших богов». Они называли их богами. И сказали, «Не отрекайтесь от ваших богов!» Прошлые многобожники называли их богами. В то время, как более позднее поколение претендующее на ислам называли их лишь посредниками и заступниками. «Валям юсамухум али хатан». Они не называли их богами. То есть они говорили, что они не являются богами. И поэтому, в то время, как более позднее поколение многобожников, претендующее на ислам, называли их лишь посредниками и заступниками, а не богами. «Вальмагна вахид ва ин их талафа лафз». Значение остается тем же, даже если слова различаются. «Ли анна льибра бил хака ики ва лисат льибра бил альфа дил муста лахати». Потому что важно то, что на самом деле происходит, а не название, а не название, которое мы используем. «Иншаллах, продолжим в следующей лекции». Субханакава бихамдика ашаду лаиланта астахферу кавату блейка. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.